всем привет с вами я татьяна шадрина вы у меня на канале время шить сегодня время вдохновения листаем свежий журнал бурда бурда спортивной одежды или одежда для активного отдыха журнал кстати какой-то уникальный потому что я его не увидела пока что на сайте бурда смотрела специально вот на момент записи видео на сайт заходила там его нет я его увидела в обзоре одного из блогеров и заглянула на волберис на волберисе он есть его заказала вот он ко мне пришел и я быстренько делюсь с вами ну и конечно же ставьте лайки подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик приятного просмотра давайте сначала посмотрим чем журнал отличается от обычных журналов были сборники например юбки брюки и это были просто перекопированы модели из предыдущих выпусков на них выкройки на них были даны мастер-классы по каждой модели в этом журнале есть еще изменения здесь не просто подобранным собранной модели для занятий спортом ну как бы для активного образа жизни но и для каждой модели расширен размерный ряд что это обозначает посмотрите что выкройки все выкройки даны на все размеры от 32 до 50 поэтому повторюсь что я советую этот журнал купить просто всем даже если вы покупаете все журналы бурда потому что это удобно иметь в одном сборнике самые классные самые такие скажем ходовые модели давайте смотреть какие модели в этом выпуске здесь есть одежда 2 скажем слоя и первого слоя верхней одежды нет ну вот смотрим на этой страничке брюки пуловер какой-то свитшот своеобразной накидки вариант футболки брючки еще какая-то курточка ну или вернее свитшот жилет с капюшоном и аксессуары здесь косметичка здесь у нас рюкзачок маленький здесь у нас сумка еще одна сумкой тапочки из одежды юбка шорты платье с простого кроя еще один свитшот блуза свободно это мужская рубашка это мужские шорты и юбка на каждую модель есть подробный мастер-класс я это показывать сейчас не буду потому что бурда запрещает это показывать поэтому будем смотреть только сами модели размерную сетку смотрим здесь мужчины и женщины поскольку модели есть и для мужчин и для женщин на этой страничке нас ждут брюки как они их называют просто брюки спортивные но я бы сказала что это крой леггинса потому что отсутствует боковой шов широкий пояс резинка и широкий манжет по низу кстати из плотного трикотажа можно не вставлять отдельно резинку достаточно того что сам пояс в несколько слоев ткань трикотажная и достаточно хорошо будет держаться держаться на фигуре шить так пишите такие брюки очень легко подходят конечно только очень растяжимые трикотажные ткани эластичные с хорошим содержанием эластана есть варианты ткани именно специально для спортивной одежды называются иногда они микрофибра или бифлекс и покупаем шьем из такой ткани спортивные брюки шьются они очень легко у меня кстати на канале есть несколько видео как шить подобные брючки одну из ссылочек я оставлю здесь на этом развороте интересный пуловер впереди все как обычно как будто это лонгслив а спинка необычная вот такая драпировка кому надоели или хочется сделать что-то такое необычненькое пожалуйста шьем вот такую футболочку она тоже отлично погодится для занятий спортом расход ткани здесь конечно же будет уже побольше шьется такая футболка мне кажется тоже достаточно легко уровень сложности невысокий для новичков тоже подходит смотреть на этом развороте так называемая куртка на самом-то деле мне кажется это тот же бомбер вариант потому что курточка с замком практически это свитшот просто с разрезом впереди и вставили молнию но модель мне очень нравится мне кажется это очень интересная модель я видела сшитые такие вещи привет марианна приходила одна из учениц недавно сшила по этой выкройке это выкройка из старой бурды но поскольку сейчас эти выкройки даны на весь размерный ряд сшить такую штучку есть возможность у каждого конечно не самый простой вариант пошива потому что здесь у нас будет и карманчики кенгуру и молнию шить нужных качественно в целом честно говоря для тех кто шьет все таки это вполне вполне реальная вещь но очень интересно смотрится вот эта линия низа не простая вот этот вариант вот такой линии боковой когда она уходит немножко вперед прям хочу обратить ваше внимание на детали посмотрите есть складки на рукаве дополнительный объем дают линия бока перенесена немножко вперед линия низа вот такая вот такой интересной формы вот такой карманчик по типу кенгуру надеюсь что куртка порадует многих из вас кстати обратите внимание на цвет для лета как нельзя лучше подходит вот такой цвет ванили или молочный оттенок потому что подходит ко многим ко многим вещам легко комбинируется в то же время не так жарко будет шару кардиган кардиган кимоно с поясом посмотрите цельнокровенный рукав вещь и из трикотажа по спинке есть шоу вертикальный этот кардиган завязывается поясом и эффект легкой такой маленький небольшой стойки мне очень нравится это выкройка я тоже шила кое-что из этой по этой выкройки знаете как сейчас по моему даже в моде такие подобные халаты кимоно мне кажется можно брать смело на размер больше чем вы носите и шить этот это кимоно не из трикотажа а из какой-то другой вещи например из атласа плотного из жаккардовой ткани и получается такой модный халат кимоно но единственное что если будете шить не из трикотажа из ткани вот эту линию возможно придется сделать пошире чтобы свободы было достаточно может быть даже существенно шире вы просто промерьте каждую деталь вот буквально на свою запясть на своей руке оцените вот эту ширину и сделайте сколько вам нужно а в целом не это выкройка очень нравится выкройка интересные посмотрите здесь линия низа по переду немножко изогнута фигурной формы есть шлевки в боках мне нравится такой вариант шьем девочки вот как выглядит этот кардиган в готовом виде но мне кстати не очень нравится вот такой вариант хлипкий трикотаж можно взять более плотный трикотаж более форма держишь держащие и мне кажется вещь будет смотреться немножко иначе и поинтереснее здесь края обработаны в подгибку без дополнительного подборта это упрощает работу на этом развороте даны две милые косметички и повторюсь подробно расписан мастер-класс как их шить и кстати если вы ни разу не шили косметички то стоит попробовать сшить по этому мастер-классу я его пролистала внимательный даже мне было удивительно хотя я уже мне кажется штук 100 шила косметичек разных и но они шьются быстро и всегда пригождаются в быту и в качестве подарка и для себя это стильно и интересненько здесь есть нюансы по обработке которые мне понравились хороший мастер-класс на этом развороте футболка назвали они пуловером я бы сказала футболка в чем суть посмотрите вот эти детали передние они цель накроены сразу вот с такими штуками а вот это вот вы . то есть вот здесь шва плечевого нет вот эта деталь передняя ну в общем интересная такая получается задняя деталь это вот это а вот эта передняя деталь часть переда ну вот намудрили но интересненько можно сделать разными цветами спинку например сделать одного цвета контрастного перед другого но на ваш вкус опять же можно такую пулловер носить как футболку для занятий спортом можно для дома можно для активного образа жизни интересный вариант шьется конечно же не сложно просто на этом развороте брюки джоггеры с молниями их назвали молнии вот здесь в боковых швах широкий эластичный пояс и вот такие вставки ну кому-то такие вставки не нравятся когда вот в таком месте я кстати тоже поддерживаю мне тоже визуально почему-то не нравится но дорогие мои никто нам не мешает сложить эти детали как пазл и получится просто ровная половинка переда деталь вернее передай ровной деталь спинки вы кстати линии разреза можете сделать на свое усмотрение сначала сложите все в единую деталь а потом начертите нарисуйте детали разреза как вам нравится на ваш вкус давайте отнесемся к этим брючком как к идее что можно разобрать на части и сделать комбинирование условных color blocking хочу показать как смотрятся они из однотонной ткани без контрастных вставок прекрасно смотрится а вот у девушки сшиты эти брючки из контрастных посмотрите здесь черная вставка а на бочках красивая малиновая вставка тоже неплохо смотрится на этой страничке предлагается сшить рюкзачок вот он такой миленький кому-то может быть не захочется сшить его себе сшить и для ребенка может быть в подарок кому-то племяннику лицину или дочки и вот как выглядит технический рисунок это просто прямоугольный мешочек верху затягивается на веревке и пришиты в уголках вот такие лямки шьется очень просто на этом развороте мы с вами видим спортивный пуловер немножко иначе он сшит и это радует чтобы буквально вот интересные варианты пуловеров честное слово рада посмотрите по центру вставка молнии расстегиваются до какого-то уровня высокий воротник стойка затяжки есть утяжки поворотничку рукав кстати не спущен плечо посмотрите сидит на месте карманы карманы накладные не в боковых швах внизу пояс резинка конечно же такой свитшот или пуловер можно шить из футера может быть и можно шить из другой ткани более плотный но кстати нужно промерить достаточно ли будет свободы может быть взять на размер больше если из нерастяжимой ткани шить захотите давайте полюбуемся как он выполнен здесь в журнале здесь он из трикотажа выполнен скорее всего из футера вот такие красивые контрастные отделки идея классная на этом развороте мы видим жилет жилет из тонкой белой ткани нерастяжимой смотрится как будто это блузка но жилет спортивного стиля из-за капюшона из-за молнии за утяжек классная штучка и кстати как вариант как идея можно удлинить этот жилет и получится получится такая накидка на лето длинный жилет для комбинирования для многослойных образов скажем летних то есть не только короткий вариант как спортивный а и длинный вариант можно сделать в длинном варианте кстати будет проблема с молнией потому что не очень хорошо в длинном варианте молнию можно сделать пуговки вот как он смотрится покрупнее очень красиво за счет всевозможных от строчек веревочек вот этих пудрится мне кажется стильно легко или сложно сшить такой жилет знаете как не сложно реально на этом развороте мы видим спортивную сумку круглую с какой-то цифрой красивого цвета лямочки вот как выглядит ее технический рисунок ну мне кажется тоже такая спортивная сумка всегда пригодится всегда будет кстати ну а шитью действительно легко можно сшить ее из такой ткани с типа плащевки называется у нас в магазинах есть такая оксфорд стоит она совсем недорого но можно даже и совсем тоненьких плащевок шить такие сумочки на этом развороте мы видим трикотажную юбку с завязками кстати мне уже неоднократно мои ученицы говорят что сейчас просто пик писк моды вот такие трикотажные юбки шьем их из футера украшаем карманчиками пояс можно сделать на резинке обыкновенный можно вставить вот такие кулиски любой вариант пошивы это просто вот как выглядит эта юбочка с прозрачной блузкой рубашкой модно и стильно несмотря на то что юбка уже из старого старого какого-то журнала бурды актуально на этом развороте мы видим шорты шорты выполнены тоже из трикотажного полотна причем здесь конечно очень стильно скомбинировано с топом или с купальником с лифом от купальника посмотрите как они классно классно смотрятся еще внизу обработаны бейкой контрастно то есть три цвета фактически легко или сложно сшить такие шорты далеко девочки если вам составит сложность обработать вот эти края бейкой по низу не обрабатывайте бейкой выполните просто ровные срезы и сделать их в подгибку это упростит работу потому что согласна что безупречно сделать обработать вот такие закругленные краешки бейка это не так-то просто новичкам не под силу но зато не новички с удовольствием сошьют такие шорты листаем дальше на этом развороте платье которые впереди выглядит как обычное платье футболка с коротким укороченным цельнокроеным плечом получается спущенное плечо а вот на спинке вся красота на спинке видите вот такой вырез каскадом так называемый водопадом еще называют очень красивый конечно чтобы такой вырез сделать себе на спинке нужно хорошо подумать нужно очень драпирующаяся тонкая мягкая ткань и просто представить свой силуэт почему я об этом говорю уже сталкивалась мы шили несколько раз такое платье все на тоже в одной старой борды было и где если немножко есть эффект сутула ватости то вот этот водопад подчеркивает эту сутулость поэтому подумайте достаточно ли у вас прямая спина для этого платья учется такое платье очень легко кстати можно укоротить и сделать такую маленькую блузку не обязательно носить это как платье вот какая красота на этом развороте еще один свитшот или пуловер как угодно можно называть худи даже назвали их нет карманов но есть капюшон не видно вот здесь вот эта вставка кокетка в которую вшили молнию но кстати мне нравится вот эта деталь потому что она сильно упрощает работу молнию вшить так проще спущенное плечо достаточно сильно спущены наверно модный стильный вариант худи легко или сложно сшить такой худи легко дорогие мои вот из-за того что есть вставка обработать молнию гораздо проще с этой кокеткой шьем конечно же из футера ну и кстати конечно же можно это худи удлинить и получится платье мы недавно шили с ученицами подобное платье на этом развороте сумка пляжная сумка в морском стиле шьется тоже очень просто веревка в бельевом стиле и вот прямоугольничек такой сумка для покупок сумка для похода на пляж посмотрите как здорово выглядит мы с вами дошли до рубашки рубашка для наших дорогих мужчин давайте посмотрим технический рисунок хотела специально показать крупным планом потому что мне кажется классика классика и спустя годы эта рубашка остается актуальной кокетка на спинке переходящими в кокетку вперед маленькие разрезики по бокам широкие свободные рукавчики и отложной воротничок все шьется реально не сложно так что кто хочет порадовать своих мужчин пожалуйста сейчас вот чем классно радовать своих мужчин что можно купить натуральные ткани потому что например у нас в магазинах готовые рубашки достаточно сложно найти вот из такой из хорошей ткани поэтому есть выгоды когда шьешь самостоятельно такие вещи на этом развороте туника с завязками при собранной все по горловине при собрана по низу рукавов широкий свободный крой по типу реглан иногда его этот крой называют крестьянка рубашка крестьянка или блузка крестьянка очень часто вот этот верх делают на резинки но кстати мне здесь нравится еще чем вот этот вариант посмотрите не просто круглый а еще вырез треугольником ну кстати вот прям плюс этой блузки имейте ввиду что можно удлинить и сделать например платьем длинное платье можно немножко удлинить и пришить к низу еще валан тоже будет стильное платье парашют сейчас как раз актуальны такие вещи и шьются они достаточно легко так что вот вам прекрасная идея шить вещь на лето здесь конечно как как часто бывает в борде трудно разоглядеть как устроена эта блузка но общее впечатление получили на этом развороте юбка юбка с застежкой по переду на пуговице или кнопки с поясом и множество множество мелких складок по центру переда и по спинке достаточно кстати классный такой вариант потому что нет ощущения вот за счет того что складок нет в районе боков нет ощущения что юбка полнит то есть если нам хочется широкую свободную юбку юбку используем этот прям прием вот что я имела ввиду видите мелкие складочки расположены около середины середины переда середины спинки а в районе боков складок практически нету так что вот еще в дополнительной стране еще эффекту и кстати на этой страничке еще один вариант юбочки посмотрите сшита на из однотонной ткани и выглядит вовсе не как пляжный вариант а вполне себе даже вечерний вариант если сшить ее из дорогой красивой ткани на этом развороте мужские шорты с карманами в швах кстати с карманами в швах шорты сшить достаточно несложно но конечно с гульфиком придется повозиться карманчик на спинке тоже можно не делать на задней части мне кажется подобные шорты всегда востребованы у всех мужчин как домашний вариант как пляжный вариант и как спортивный вариант на этом развороте нам предлагают сшить пантолеты тапочки знаете что впечатлило готовые нужны стельки вот эти подошвы а к подошвам пришивают вот такие штучки не знаю насколько это кому интересно актуально я ни разу не встречала готовые стельки может кого-то заинтересует подскажите где они продаются мы с вами только что закончили листать этот интересный выпуск и кстати повторюсь я вам советую его купить потому что здесь собраны выкройки на весь размерный ряд от 32 до 50 европейского то есть до 56 российского и мне кажется самые основные базовые выкройки все будут у вас под рукой на все размеры и основные выкройки очень просто порадовали свитшоты или пуловеры как угодно их можно назвать они интересные с изюминками с деталями так что мне кажется журнал стоит того чтобы его купить ну и на всякий случай напомню что внизу под этим видео есть там стрелочка или треугольничек если вы смотрите со смартфона это так называемый инфобокс вы заглядывайте туда я каждый раз что-нибудь там пишу оставляю какие-то ссылки оставляю всевозможные контакты ссылка на бурду если я ее найду к тому времени туда размещу ссылку на какие-то мастер-классы в общем все полезное туда складываю собираю оставляю так что не проходите мимо наверняка что-то полезно для себя найдете на этом сегодня все с вами была я татьяна шадрина вы были у меня на канале время шить всем пока пока